МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Начинаем анализировать подробности уходящей недели, которая принесла Украине еще одну катастрофу. Еще один масштабный пожар на складе боеприпасов. Уже третий только за этот год. Калиновка Винницкой области. От разлета снарядов пострадали 2000 жилых домов в самой Калиновке и окрестных селах. В первые же часы после начала пожара пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Разминирование пострадавшей территории продолжится как минимум до декабря месяца. Что стало причиной этого пожара? Кто должен нести ответственность за то, что такие происшествия на военных объектах в Украине возможны? Это главные вопросы нашей сегодняшней программы. Ну а начнем с места событий. Наш Стас Кухарчук с первых часов чрезвычайной ситуации работает в Винницкой области. Сейчас он на связи с нашей студией. Стас, я приветствую тебя. Скажи, что прямо сейчас происходит в Калиновке? И можно ли вообще сказать, что пострадавшие территории возвращаются к нормальной жизни? Вечер добрый, Алексей. Ну на эту минуту можно с уверенностью говорить о том, что практически все эвакуированные жители уже вернулись домой. Напомню, что в результате пожара на складе были эвакуированы более 30 тысяч человек из как минимум трех населенных пунктов. Но вот главный вопрос сейчас остается, с чем сталкиваются эти люди по возвращению домой? Ведь практически 80% жилых сооружений и домов пострадали от взрывов. Вот там в основном поразбивало стекла, разбивало крыши. В некоторых случаях взрывной волной выбивало даже входные двери. И вот люди сейчас постепенно начинают восстанавливать это жилье. Но те, у кого есть хоть какие-то сбережения, сейчас пытаются закупить шифер, стекло. Это сейчас самые ходовые материалы в Виннице и в Калиновке. А та помощь, которую выделило правительство в 100 миллионов гривен, к сожалению, в отдаленные пострадавшие районы пока еще, опять-таки повторюсь, к сожалению, не дошла. И люди самостоятельно пытаются восстановить жилье. Но хотелось бы также отметить, что это катастрофа, в который раз сплотила украинцев. Сейчас гуманитарная помощь для пострадавших жителей Калиновки, Сальника и Павловки идет со всех уголков страны. К слову говоря, вот село Павловка, оно приняло на себя основной удар взрывной волны. И о том, как в это село сейчас возвращается жизнь, смотрите далее в нашем материале. Так утром после ночи взрывов на артскладах выглядело село Павловка. От арсенала его отделяет всего несколько километров. А для разлетающихся снарядов это не расстояние. Люди бежали в панике, в чем были, забывая даже закрыть свои дома. Буквально за одну ночь многотысячное село опустело. По улицам метались лишь испуганные животные. Но спустя два дня Павловка снова ожила. Местным жителям разрешили возвращаться домой. Но Галина Степановна никуда из села даже и не выезжала. После первых взрывов они с мужем спрятались в погребе и пропустили эвакуацию. Сейчас Галина Степановна проверяет, не появился ли в селе газ. Мечтает о горячем чае, но приготовить его пока не на чем. В ночь взрыва в Павловке и прилегающим к пылающим складам селам отключили все коммуникации. Правда, вчера вечером уже появилась телефонная связь и свет. Хотя от этого теплее не становится. Через выбитые окна в стареньком доме вовсю гуляет ветер. Павловка пострадала больше всего. Вот тут повреждены почти все дома. 80%. Эта местная школа, недавно отремонтированное здание, сейчас больше напоминает руину. Без стекол и с разбитым потолком школа еще не скоро сможет принять учеников. Пока позволяет погода. Жители Павловки спешат хоть как-то восстановить жилье. Василий Винница купил шифера на несколько тысяч. Говорит, ждать государственной компенсации некогда. Разрушение в Павловке фиксируют местные чиновники. Эта часть села почти вплотную примыкает к лесу сгоревшим складам. И именно тут самые большие разрушения. Здесь даже сегодня отчетливо слышны разрывы сплеющего хранилища. Люди жалуются. Представители властей сюда пока не дошли. Начали в звезды, мы тут самые большие пострадали. Мы тут самые ближние. Они где-то начали в центре села ходить. Вот такая ситуация. Но проблема с ремонтом жилья – это полбеды. Село буквально нашпиговано разлетевшимися боеприпасами. Владимир ведет сапера на свой огород. По дороге объясняет – косил траву и обнаружил часть ракеты «Град». Не могу точно сказать, что там. Я поднимусь. Может, там нет ничего серьезного. Осмотрев находку, пиротехник успокаивает. Этот кусок железа не опасен. Но буквально в 100 метрах на соседнем огороде сапера обезвреживают предмет куда пострашнее. Все боеприпасы небезпечные. Все, абсолютно все боеприпасы, которые находятся на оружии, они небезопасны. Для жизни и здоровья как населения, так и для особого склада, которые работают. Работа достаточно небезопасна. Работы у пиротехников хватит еще надолго. Сообщения о найденных боеприпасах поступают спасателям едва ли не каждую минуту. Да и сама территория склада частично тлеет. Все поступы к нему оцеплены военными. А над территорией то и дело. Маневрируют пожарные самолеты. Станислав Кухарчук, Сергей Музыка. Подробности недели. Телеканал Интер. Теперь еще об одной новости, о которой уже упомянул в своем включении мой коллега Станислав Кухарчук. Кабмин действительно выделил 100 миллионов гривен для восстановления нормальной жизни на пострадавших территориях. Об этом сегодня сказал Владимир Гройсман, проводивший в Калиновке заседание штаба по ликвидации последствий пожара. А вот хватит ли этих средств и какую еще помощь местным жителям может и должна оказать центральная власть? Обсудим это с Владимиром Гройсманом, премьер-министром Украины. Сейчас он на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Владимир Борисович. Спасибо, что нашли время. Скажите, ваш прогноз. Вот этих 100 миллионов хватит или нет? И есть уже более-менее точные оценки ущерба? Доброго вечера. Я тут перебував саме в ту ночь, буквально через 2 часа после того, как раздались первые вибухи. И, фактически, все службы, войсковые, ДСНС, полиция, Нацгвардия были мобилизованы для того, чтобы максимально швидко локализовать вибухи. И это удалось сделать, фактически, уже на следующий день. З ранку уже произошло уменьшение количества вибухов. Сегодня я прилетел вместе с ДСНС в Вильнюсскую область. И был особо, облетал с пилотами этой территории Арсенала. Можно сказать, что поодинокие вибухи еще были, но они уже не становятся никакой загрозой. Все заходы, которые нужно сделать для того, чтобы локализовать и полностью уничтожить все возможные загрозы, они сегодня вживаются. Больше того, я сегодня провел и штаб, и могу вам реально сказать реальную ситуацию. Сегодня я был и в Павлевске, та, которая больше пострадала, пострадала населенный пункт. На самом деле, есть руйнованные дыхи, есть несколько домов, которые полностью уничтожили. Также уничтожили школу, ПАП и другие населенные пункты, они меньше пострадали, но там есть тоже вопросы. Сегодня организована вся необходимая работа для того, чтобы обеспечить и шифер, и профиль, и векна, и все, что необходимо. Сначала это социальные объекты, и также сегодня работают бригады по строительству. Действительно, есть жители, которые не хотели ожидать, возможно, даже самостоятельно сегодня начали восстановить в кого-то один-два листьевых шиферов, которые могут это сделать. Но мы сейчас, местная влада, сельские районы, они формуют перелик тих вопросов, которые потребуют решения. То есть, я хочу сказать наступное, людей никто не залишит сам на сам с этой проблемой. То есть, все, что было сруйновано, мы отбудуем. Сруйнували будинок, побудуем новый. Если нужно побудовать новый дах, будет побудованный новый дах. Мне тяжело сейчас дать ответ, сколько денег нам нужно направить на эти цели. Сегодня мы выделили попереднее 100 миллионов, но очень важно, чтобы на местах чиновники выкористали их очень рационально, под контролем громад, местных депутатов, что тоже очень важным. Кроме того, работают подраздели, которые обеспечивают очищение территории от вибуха небезопасных материалов. То есть, мова идет о том, что сегодня сегодня работают более 100 саперов, плюс почти 50 из техники. То есть, работа проводится. Будут только подсилювать сейчас необходимую количество людей, если это будет нужно. И все, что касается сегодня, все, что касается сегодня и других работ, они тоже будут выкладываться максимально вчасно. То есть, это задание, которое будет выполнено. Я хочу уверен, что все украинские граждане, которые пострадали, получают помощь. И дякую всем украинцам за то, что дали возможность и помогли сегодня ближним. Я просто пишу с людьми, которые ехали сами, в первые минуты надавали поддержку и транспорту, и езжу, и всем, чем необходимо. Поэтому наш обязанность – помогать людям, и мы это сделаем. Ну, о помощи волонтеров мы уже рассказывали. Действительно, огромное им спасибо. Спасибо. Если мы разобрались с вами с деньгами, давайте теперь поговорим о времени. Вот вы говорите, что вы облетели всю эту территорию, то есть вы видели эту картину. Вот по вашему ощущению, сколько времени займет возвращение пострадавших территорий к нормальной жизни? Речь идет о месяцах или годах. Люди уже повертаются до своих осель, и уже отбывается отновление. На самом деле мы хотим расширить территорию пошуку до 30 тысяч гектаров. Это для того, чтобы, знаете, уже полностью понимать, что вся территория нигде никаких загроз не имеет. Хотя на таком отстане мы понимаем, что их нет, но все же таки мы еще раз все перепроверим. Вся территория, которая сегодня подпала под 5-километровую зону, она сегодня практически вся очищена, и люди потрапляют до смесь своего проживания. Отновляется школа, отновляются ФАПи и ремонтуются будинки. Я поставил завдание областной владею максимально быстро сделать все необходимые работы по отновлению. Конечно, там, где нужно будет строить дом, это занимает несколько месяцев. Надо исследовать фундаменты этих будинок, возможно, создавать новые фундаменты. Но нужно потурбоваться про людей, которые даже тем временем должны жить, возможно, в других помещениях. Я имею в виду, в других квартирах, а у кого есть родители, если нет, нужно обеспечить тем временем житло. То есть эта работа проводится сегодня и будет наведен абсолютный порядок. Я еще раз хочу подякувать всем украинцам. Господин премьер, еще один вопрос, очень непростой, скажу сразу, по вашему личному ощущению. Извините, что стало причиной этой ситуации в Калиновке? И когда вы сами ожидаете от следствия конкретных результатов? Я считаю, что эти выборы и пожары были не случайны, но это мои предпущения. Я тоже, как и все украинцы, хочу знать конкретно, что произошло и кто в этом винный. Я надеюсь, что это будет абсолютно сделано в стихии терминов. Это вопрос правоохранной системы, я не могу давать тут оценок. Я думаю, что следственные органы просто мают абсолютно четко дать все публичное расследование и привести до ответственности всех тех, кто так или иначе причинен к этой ситуации. А подякувать, я наголошу на том, что хотел бы тем, кто каждого, вот только это все произошло, поверьте, было очень много героичных людей, которые шли и гасили пожары и делали какие-то другие специальные действия, которые позволили локализовать максимально статистические термины и пожары, и прекратить выборы. Таких людей мы тоже должны отметить. Они есть среди военных, они есть среди ДСНС, они есть среди национальной полиции и волонтеров, просто обычных людей. Таким людям требует сказать и дякую. Спасибо и вам за то, что в таком напряженном графике нашли время пообщаться с нашими зрителями. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы. Вообще все, от кого зависят оборона и безопасность нашего государства, обсуждали ситуацию в Калиновке на заседании, созданного президентом военного кабинета. Глава государства потребовал от руководителей, генпрокуратуры, СБУ и национальной полиции найти и привлечь к ответственности всех виновных в том, что этот очередной пожар на стратегическом объекте стал возможным. Мы должны научиться защищать наши объекты стратегичные от диверсионных групп. Есть другие версии, значит, будем протягивать для ответственности тех, кто будет по другим версиям. Мы дальше бороться с этими политиками не можем. Как только появились первые новости о пожаре, многие украинские политики поспешили заявить, конечно же, о диверсантах. Были сообщения даже о том, что какие-то диверсионные группы удалось задержать, но потом посыпались опровержения. И вот, если честно, то по итогам нескольких дней обсуждения и вот этого пожара в Калиновке, и предыдущих возгораний на военных складах, версия вовсе не о диверсантах, а о халатности кажется более обоснованной. Почему, объяснит Инна Томина. Взрывы, разрушенные дома, паника и эвакуация. Больше брала документы, не я. Ну давай, по-другому, спитки. Взрывы на арсенале возле Калиновки далеко не первый случай в Украине. Боеприпасы в воинских частях у нас рвутся с удивительной регулярностью. Этот год, это уже третий выбух арсеналу, причем выбухнули за этот год два наибольших. Ну то же самое, что и в Балаклее, то же самое, что когда-то в Новобогдановке, то же самое, что в Сватово. Сгорела открытая площадка. Такие крупные арсеналы хранят от патрона к автомату или к пистолету, заканчивая ракетами. Впервые Украина содрогнулась от мирной канонады в октябре 2003-го. В Бахмуте, тогда еще Артемовске, загорелись военные склады с боеприпасами. Более тысячи снарядов взрывались от огня. Осколки повредили сотни домов. Причиной была халатность. Из-за нее на 8 лет посадили двух военных. Но не прошло и полгода, Украина содрогнулась снова. Случилась Новобогдановка. Смертельный фейерверк длился почти неделю. Горели, рвались и разлетались на километры десятки тысяч тонн снарядов, взрывчатки, реактивных ракет для градов, смерчей и ураганов. Тогда погибло пятеро, а еще 80 были ранены. Причина – снова халатность, курение возле боеприпасов. Через четыре года снова взрывы и эвакуация. В этот раз в Лозовой Харьковской области. Тогда пожар тушили несколько дней, а территорию разминировали несколько лет. Октябрь 2015-го. Уже в условиях войны, когда меры безопасности должны быть усилены, вспыхнули арсеналы в Сватово на севере Луганской области. Более двух тысяч разрушенных домов, четверо погибших. Сначала все списывали на диверсию врага, но потом признали служебную халатность. Но по мнению военных экспертов, за Сватово были наказаны только стрелочники. А вот расследование взрыва в Балаклее еще не завершено, пока официальная версия – теракт или диверсия врага. А что же в этот раз в Калиновке? Диверсия или халатность? В Генштабе утверждают, мол, это провокация врага. Но у прокуратуры мнение другое. В том, что без своих не обошлось, уверены и военные эксперты. И выстраивает версии произошедшего в такой последовательности. Служебная халатность – это первая версия, я считаю ее основной. Потом я не даю право на жизнь версии умышленного поджога с целью сокрытия недостачи. Вполне возможно, что там была недостача или хищение. Ну и третья версия, которая в принципе тоже имеет право на жизнь – это диверсия. Но диверсию бы я рассматривал опять же в контексте халатности. Какой будет окончательная версия, станет известно только после окончания расследования, как и фамилии виновных. Безусловно, агрессору выгодно лишать украинскую армию необходимого боекомплекта. Но если бы правила охраны таких объектов не оставались только на бумаге, то не каждая диверсия заканчивалась бы таким ЧП. Сгадаем, что в грудне 2015 года была атакована Балаклия, но благодаря тогда решающим действиям особого склада базы она была влетована от первой атаки. Были влетованы в Запорожьей области в 2016 году, в лютом, также склады. Диверсия противника не всегда может приводить до таких тяжких наследств, как в Балаклии и Калиневсе. О том, что нужно менять всю систему охранения боеприпасов, говорят давно. Наши арсеналы перегружены в несколько раз. Вся система охраны недостаточна. После взрывов Балаклия в Минобороны на безопасность военных складов просили выделить 5 миллиардов. Пока дали лишь 300 миллионов. Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. И еще один гость, с которым вполне логично обсуждать ситуацию в Калиновке, это Юрий Луценко, генеральный прокурор и один из самых опытных украинских политиков. Гость подробностей недели, за что вам спасибо. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ситуация в Калиновке. Начинаем с нее. Вполне логично. Кто конкретно отвечает за расследование? С кого потом будем спрашивать, если, конечно, нам удастся? Со службы безопасности, с военной прокуратуры? Я думаю, что питать тебя не с тех, кто ведет следствие, а с тех, кто довел до такой величезной выбуху и в колоссальной количестве втраченных боезарядов для Збройных сил Украины. Слідство, власне, ведет военная прокуратура. Хочу обратить вашу внимание, что, согласно чинного закону, который два года назад был проголосован парламентом, у нас нет права переверять такие объекты до того, как станет трагедия. Мы избавлены теперь функций загального нагляда и проверок, поэтому, на жаль, реагируем только по результатам надзвичайных ситуаций на войсковых складах. Хочу обратить вашу внимание, что сегодня министр обороны сказал абсолютно правильно, что у нас было объективное расследование ситуации в Сватово и целый заступник начальника Генерального штаба, который, соответствует за эту работу, был свободен. Еще около 80 руководителей разных направлений Министерства обороны и Генштаба были избавлены, в том числе по дискредитации. Но это не дало результат. Почему? Хочу, прежде всего, в первую очередь в эфире, поведомить, что мы сильны вважать, что все остальные выборы есть часть военных действий Российской Федерации и пророссийских террористов. Вы отбрасываете все-таки? Я говорю про то, что мы видим полные ознаки диверсии. Я заявляю ответственно, что в Балаклее мы установили перелет через украино-росийский кордон без пилотного летального аппарата, который скинул термобаричные заряды, которые стали причиной выбуха под Балаклеем. Отже, это диверсия стороной Российской Федерации, которая уничтожает наш военный потенциал. После этого были много листов, в том числе, мною або воинковым прокурором подписанным на Генштаб, на Уред, на Министерство обороны, на Раду на безопасность и обороны, которым мы доводили про необходимость с нашей точки зрения захода. Проте, денег выделяют действительно мало. Кто так вам прислушался или нет? Грошей выделяют действительно мало, но даже из тех, которые выделили, например, для Калиневки, выделили 25 миллионов, использовано лишь 2,5. Все остальное на рахунках. Не спешите. Не спешите усиливать оборону. И, наиболее кричущий факт, в Балаклее колоссальный склад охраняло 16 работников организованной охраны, то есть даже не солдат, не воинковослужбовцы, работников организованной охраны на постах с одной зениткой. В Калиневке было 17 вохревцев, по зенитке, воинковой охраны, и 2 зенитки. Склад находится в лесе, и, фактически, как говорят на сегодняшний день, следствия является проходным двором, через который ходили местные жители, и другие, возможно, не местные жители. Поэтому контролирует, например, ситуацию там, аж целый лейтенант СБУ военно-контрозвитки, который последний раз в серпне отмечал эти склады. Поэтому, с моей точки зрения, до диверсии доводит безпорядность тех, кто должен организовать нормальную оборону и укрепление, и безопасность, в том числе, противоповетренную безопасность этого склада. В Калиневке мы не имеем никаких доказательств того, что был беспилотный аппарат, но мы имеем все наявные факты про имоверный, подкрытый, пока это версия, закладанный детонатор, который произвел до выбора. Кто заложил? Это скажет следствие, когда оно будет знать это точно. Хорошо, давайте от следствия к политическому аспекту вернемся. Как вы можете оценить ту политическую бурю, которая разыгралась в Украине буквально в первые часы после пожара? Такое впечатление было, что наши политики соревновались, кто сделает самое жесткое заявление первым и самым первым призывает самой громкой отставки. Я обратил внимание на то, что близко 3,5 тысячи пользователей украинского сегмента Фейсбука, которые работают в территории Российской Федерации, были наиболее активными. Но до этой длины пораженства, я бы так сказал, долучилось и много чиновных украинских политиков. Они уже негайно хотят призначитесь виноват. Это неправильно в любом случае. Ни с точки зрения юридической, ни с точки зрения политической, особенно в условиях воюющей страны. Следствие обеспечить объективный результат, как мы это сделали в Балаклее, как мы это сделали в других местах. Сделаем и тут. Проте, я считаю, что в час войны в Фейсбуке призначать винных является неправильным. С другой стороны, покрывать тех, кто выполняет фактически злочинную недбалюсть, оставив незахищенными арсеналы нашей оружии, что фактически подрывает боевоготовность СССР Украины, я также никому не дам. За эти ответы спасибо, но пока еще я вас не отпускаю. Вы слишком редкий у нас гость, к сожалению, Юрий, поэтому мы обсудим с вами еще несколько тем. В частности, еще одну катастрофу, последствия которой приходится разгребать до сих пор. Из общего объема средств, украденных Януковичем, на этой неделе удалось вернуть еще 200 миллионов долларов. Что это за деньги и сколько еще предстоит найти и вернуть стране? Об этом наша справка. Он бежал из страны, вывозя добро грузовиками и пряча нажитое на заграничных счетах. Теперь уже три года Украина пытается добро Януковича вернуть стране. По словам генпрокурора, подтвержденный ущерб, который нанес Украине президент Беглец, это 40 миллиардов долларов. Уже удалось вернуть полтора. Их потратили на армию, нацгвардию и сельскую медицину. И это уже назвали самой большой спецконфискацией в Европе. А на этой неделе ГПУ уже начало изымать со счетов Укрэксимбанка и Укргазбанка 200 миллионов долларов. Все активы перечисляются в госказну. Кроме того, уже несколько месяцев граждане следят за судебным сериалом в деле о госизмене Виктора Януковича. Главного подозреваемого судят заочно. И за это время было несколько отводов адвокатов, попытки поменять судей и даже секретарей. Защита всеми способами пытается дело затянуть. А в слушаниях регулярно объявляют перерывы. Следующее заседание должно состояться 5 октября. Продолжаем разговор с Юрием Луценко, генеральный прокурор Украины. Сегодня в гостях у подробностей недели. Юрий, скажите, вот деньги украдены Януковича. Какие все-таки суммы он сумел вывезти из страны? Звучат очень разные оценки. Они разнятся порядками сумм. И насколько активно мы сотрудничаем с Европой на сегодняшний день, чтобы вернуть эти деньги? На начале это одно, а в кратене это немного другое. Сколько из них фактично было переведено в кошти, акции, нерухомость, сказать пока еще тяжело. Но мы работаем в этом направлении. Думаю, что достигнение ГПУ в этом сегменте я найбільш важен. У меня в руках официальная ответственность в рамочке, бо я это держу в себе как одну из самых дорогих документов. Ответственность государственного Ощадбанка про то, что после выполненной за решением судом спецконфискации организовано злочинное группование Януковича 1,5 миллиарда доларей в США проведены на рахунки государственного казначейства. Отже, дискуссии про то, что это гроши, если это не гроши, давно закончены. Подпис руководителя банка свидетельствует, что все гроши, которые мы спецконфискували в организованном злочинном группировании Януковича, находятся на казначейском рахунке. Больше, они работают согласно решения парламента, которое было принято летом, 22,5 миллиарда гривен распределенные на всех. хотел спросить, вы как генпрокурор, который активно возвращает эти деньги, вы довольны тем, как расходуются эти средства в стране? И так, и не. Я очень доволен решением парламенту, потому что 22 миллиарда гривен из числа этих 39, которые на тот момент были вернуты в государственное казначейство, распределенные по наиболее важным направлениям общественного жизни. Много миллиардов, не имею права сказать, сколько, это на поселение военно-потенциалу, начиная от создания новых ракетных оружия, строительство казарм для военнослужащих, поселение танковых войск, прикордонников, для введения системы отбитка пальцев при перетене украино-росийского кордона нашими певничными соседями. Также 4 миллиарда выделено на сельскую медицину, а это 1700 фельдшинско-акушерских пунктов, где проживает 40% нашего населения, должны быть по новому преобладнану. Миллиарды выделены на дороги, которые мы видим по всей стране. А на что не стоило бы выделять, по вашему мнению? Но, с моей точки зрения, парламент сделал много доброго, но практика свидетельствует про то, что из этих денег только 10% на этот момент использовано. Тут и недобавность выполнений, и, прямо скажу, саботаж Министерства финансов, который больше этих денег переносит на грудень, что унеможливает их использование. Какая дорога будет в грудне? Какое место будет в грудне? Какое строительство можно начать и завершить до 31 марта? И дорогу зимой не построишь хорошую, и фронтово чем-то помогать надо безотлагательно, а не ожидать зимой. Я очень доволен тем, что сделала прокуратура, поддерживаю решение парламента, куда направить эти деньги. И абсолютно не понимаю, почему, например, на местные бюджеты для строительства местных очень важных вещей, дороги, школы, детство, садка, было выделено 4 миллиарда, и на этот момент нуль поступило. Державный фонд регионального развития, выделено 2,5 миллиарда, дали 1,5 миллиона. Поддержка строительства дороги из 2 миллиардов нуль. С моей точки зрения, нужно серьезно и объективно разобраться с этим фактом и парламенту, и ГПУ. Мы разглядаем это, как действия, что межуют с превышением служебных повноважений, которые злочинно не дают выполнять решения парламенту по строительству нужных для людей объектов за деньги вернутых из злочинной банды. Хорошо, теперь немного поговорим о делах судебных. Появился еще один аргумент в пользу создания в Украине отдельной вертикали антикоррупционных судов. И этот аргумент тоже иностранный. Посол США в Украине Мария Иванович в интервью журнала Новое Время заявила о том, что это, здесь я процитирую, ясная позиция в Украине должен быть создан антикоррупционный суд. Точка. Заметьте, тональность у американского дипломата безапелляционная. Впрочем, как и у многих других представителей западных стран, которые комментируют эту тему. А вот украинские политики далеко не так категоричны. Наиболее влиятельные из них не раз уже говорили, что отдельную новую судебную вертикаль в Украине создать невозможно. Мол, в действующих судах должны быть созданы специальные антикоррупционные подразделения. Собственно, это еще один вопрос для Юрия Луценко. Юрий, тут я прошу вас ответить не столько, как генерального прокурора, а сколько, как очень и очень опытного политика. Чем может закончиться вот эта дискуссия? Будет создан отдельный антикоррупционный суд или будет реализовано какое-то другое решение? На самом деле тут не треба быть очень опытным политиком или даже юридичным грамотным фаховцем. Давайте я приведу простенькие цифры и дозавам простые вопросы. На сегодняшний день за полтора моих годов ГПУ мы выявили близко 7 тысяч фактов хабарничества. Из них 4200 справ передано до суду. До обычного районного суду. Национальное антикоррупционное бюро також выявило негайно увеличить количество судей в областных центрах где-то человек на 25 и в всех районах столицы приблизно на 50 человек в Печерском и где-то по 30 в каждом районе. набрать по специальной процедуре через тести контроль громадности двое подкрасить новых еще раз новых бо часто говорят неправду что я пропоную обраться с тех самих судей новых судей которые негайно начнут заниматься этими коррупционными справами и ГПУ и СБУ и ДФС и НАБУ потому что 4 тысячи хабарников прогулюют тюрьму через то что судей просто физично нет и остальная фраза это не означает что я выступаю против окремого создания антикоррупционного суду это что меньше на год можно и это создать в Украине такой размах коррупции что нам не помешает и антикоррупционный суд и реформа хорошая судебная в каждом районном суде сбежать персонал с числа новых судеб и параллельно створивать великую антикоррупционную позицию понятно Юрий Луценко генеральный прокурор Украины был гостем подробностей недели Юрий спасибо вам нет отпущу только после обещания что вы будете более частым гостем нашей программы я постараюсь еще работу спасибо огромное спасибо что нашли время а у нас еще одна новость так сказать по линии генпрокуратуры следователи прокуратуры вместе с оперативниками СБУ на взятки задержали главу государственной сумма взятки 6,5 тысяч долларов США эти деньги чиновник требовал за снятие арестов с имущества одного из предприятий интересно и официальное сообщение об этом задержании мол следствие проверяет была ли эта взятка частью налаженной в Одесской исполнительной службе системы вымогательства вообще согласитесь новости криминального характера из Одессы в последнее время поступают с печальной регулярностью чего стоит один только недавний пожар в детском лагере Виктория в результате которого погибли трое детей кстати и на этой неделе нет ясности по главному вопросу а кто же собственно будет отвечать за произошедшее только стрелочники или все-таки реальные виновники трагедии единственное что пока точно прояснилось всю вину за пожар не удастся возложить на воспитательницу из Виктории Наталью Янчик народный депутат Мустафан Аем его коллеги по парламенту и активисты сумели добиться освобождения девушки из-под стражи напомню именно на воспитательницу пытались возложить формальную ответственность за пожарную безопасность в детском лагере вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом и вот какие темы мы будем обсуждать дальше в программе Налоговая дышла какие схемы для уклонения существуют сколько теряет бюджет и кто на этом зарабатывает Медицинский туризм почему украинцы вынуждены покупать лекарства за границей и когда Минздрав вернет гражданам шанс на жизнь Этой ночью в Черкассах убили депутата горсовета от партии Укроп Михаила Бинусова его расстреляли неизвестные очередью из автомата Калашникова Бинусов погиб на месте убили депутата когда он вышел из своего авто чтобы пересесть машину знакомых преступники уже поджидали свою жертву и этой же ночью в Житомирской области был взорван автомобиль депутата Житомирского облсовета тоже члена партии Укроп Натальи Кокитко сама она не пострадала случившееся напрямую связывает со своей политической деятельностью и еще одна трагическая новость в Хмельницкой области разбился военный самолет оба пилота погибли по предварительным данным они выполняли учебный полет самолет поднялся с военного аэродрома после чего связь с ним оборвалась по словам военного прокурора Хмельницкого гарнизона на борту могли находиться боеприпасы именно поэтому летчики пытались увезти машину как можно дальше от населенных пунктов после падения от самолета фактически ничего не осталось обломки разбросаны по всему полю к украинской политике уже через два дня мы с вами станем зрителями очередной серии парламентской драмы Верховная Рада вернется к работе и сразу что называется самое пекло к пенсионной реформе напомню в Кабмине заявляют что позитивное голосование на следующей неделе по пенсионной реформе критически важно для того чтобы уже в октябре пенсионеры получили повышенные выплаты которые власть обещает еще с весны люди уже успели даже подсчитать какие именно прибавки им положены да только депутаты до сих пор даже не добрались до законопроекта о важности этого решения напомнили в МВФ во-первых в фонде недовольны отдельными положениями пенсионной реформы например по индексации выплат мол в следующем году ее проводить не стоит а во-вторых заявляют что без этой реформы Украина не получит очередной транш от фонда впрочем пенсионная реформа это только верхушка айсберга невыполненных обещаний что еще должны сделать депутаты мы напомним вам в нашей короткой справке парламентские трудодни летят а список обещанных но невыполненных обязательств растет реформы переносятся не то что на недели на месяцы за многострадальную пенсионную которую должны были принять в мае теперь возьмутся в лучшем случае в начале октября медицинская реформа вместе с земельной ушли в необозримую перспективу еще одно из требований международного валютного фонда антикоррупционные нормы но тут уже есть повод для сомнительной гордости скоро будет первая дата первая годовщина не расширение полномочий НАБУ осторожные депутаты год никак не могут принять законопроект о прослушке никак не складываются у избранников и кадровый пассианс ключевые ведомства у нас фактически обезглавлены в ближайшие дни президент обещает подать в парламент кандидатуру нового главного банкира но подать кандидатуру это еще не значит что ее одобрят депутаты с июня нардепы никак не могут выбрать омбудсмена не могут утвердить новый состав счетной палаты органа который должен контролировать выполнение бюджета в канун обещанной большой распродажи нет председателя в фонде госимущества до сих пор не может избавиться от приставки ИО и руководитель Минздрава а два министра Юрий Стэц и Тарас Кутовой ведь как гласит депутатская мудрость нет такого срочного законопроекта который нельзя было бы отложить ну а откладывать депутатам решения тем легче чем активнее они будут применять новую схему с поправками вот как получилось даже не с законопроектом а с Талмудом по судебной реформе за который коалиция взялась на прошлой неделе в документе более 700 страниц а к ним депутаты предложили еще около 4 тысяч поправок рассмотреть их все конечно же не успели и продолжат уже на следующей неделе примерно тоже может произойти и с пенсионной реформой хотя сам законопроект довольно скромный в нем всего 60 страниц но и к нему прилагается более двух тысяч поправок то есть если рассматривать по процедуре то голосование затянется но если на успешное голосование по пенсионной реформе хотя бы шанс есть то вот с медреформой от Ульяны Супрун ситуация куда сложнее казалось бы вот с такой медициной как сейчас в Украине уже жить нельзя вот только и с предложенными нынешним Минздравом переменами выживать хотят немногие любопытно что против реформы от Супрун выступают прежде всего депутаты-мажоритарщики накануне об этом заявил первый замглавы фракции блока Петра Порошенко именно голосов мажоритарщиков не хватает коалиции чтобы собрать большинство по медреформе объяснение тут может быть только одно нардепы которые напрямую зависят от настроения людей в своих округах попросту не готовы совершить подобное политическое самоубийство ну и сама Ульяна Супрун не сдается и по крайней мере на своей странице в фейсбуке Минздрав пытается наладить коммуникацию с обществом например на этой неделе реформаторы объяснили украинцам какими будут обязанности у семейного врача и какие услуги первичной медпомощи можно будет получить бесплатно базовые анализы кардиограмму быстрые тесты на инфекционные заболевания но здесь вы знаете что интересно в фейсбук у нас в стране читают далеко не все пациенты и врачи а вот нормальной коммуникации Минздраву не хватает практически со всеми в том числе и с докторами которые представьте себе иногда даже не знают какие вакцины в Украине есть а какие нужно искать почему украинцы вынуждены ездить лечиться в соседние страны когда могут и должны получить такое лечение на родине выясняла Инна Белецкая для этого она даже отправилась в медтур в соседнюю Беларусь бегал и впал и загнав стекло в руку Остап поднимает перевязанную руку неудачное падение на прогулки с друзьями общий наркоз операция бесконечные перевязки и озабоченные родители им сказали необходима противостолбнячная профилактика обязательно аднотоксин на полеглого нестилого они рекомендуют вести потому что это обеспечивает от страшной болезни правец при том сразу сообщили что такого аднотоксина в Украине в принципе нет уже мы его не купим его нужно шукать за кордоном и ближайшая за границей Беларусь именно туда за вакциной по совету врача Остапа едем и мы для транспортировки препарата одолжили сумку холодильнику фармацевтов первая остановка небольшой городок Столин у самой границы обходим все аптеки ищем дальше в Пинске наконец удача нам говорят вакцина есть в районной больнице едем туда в рампунте к таким вопросам готовы говорят купить аннотоксин у них конечно же нельзя но легко можно привиться для белорусов бесплатно для иностранцев по специальному прайсу экстренная профилактика столбняка с приемом доктора с препаратами и с работой медицинского персонала стоит чуть больше 30 белорусских рублей то есть это если не знаю сколько на гривне если в евро то это около 15 евро нам объясняют пациенту страной которая может быть инфицирована достаточно иметь при себе заключение украинского врача и список прививок которые он получал охотно демонстрирует холодильник в манипуляционном кабинете здесь есть все и анотоксин и сыворотка для профилактики здесь же наш неприкосновенный запас неснижаемый запас про который я говорил в случае если вдруг у нас будет заболевание столбняка но не дай бог у нас такого не было но столбняком в Беларуси не болеют десятилетиями не болеют и в Польше прививают анотоксином там и по графику и в экстренных случаях в государственных и частных клиниках Ирина Украинка которая живет в Варшаве после удаления креща ей сразу назначили прививку анотоксина А вот в Украине столбняк есть только в этом году заболели пятеро детей все непривитые в начале августа трехлетнюю девочку спасали от столбняка львовские врачи а эта история наделала много шума год назад тогда пятилетнюю Надю Савушкину спасали всей страной и счет шел буквально на часы ты стоишь и просто смотришь как твой ребенок лежит просто умирает и ты не знаешь достанет это лекарство или нет это было самое ужасное вообще-то такое никому нельзя пережить маленькую Надю спасли противостолбнячную сыворотку привезли контрабандой сейчас девочка чувствует себя нормально и даже сняла корсет который носила год спинка и ребро были сомнуты ножками она плохо ходила ну а сейчас слава Богу бегает чувствует себя хорошо рисковала пополнить список заболевших и Людмила Витковец она учительница младших классов и депутат Ривненского райсовета помогала родителям на огороде проколола ногу сухой травой через три дня попала к хирургу с диагнозом флегмона операция прошла успешно но врач сказал искать вакцину но в лекарне ее нет уже протяжении долгого периода даже несколько лет и он не знает что вообще она есть на территориях нашей области искать вакцину взялись друзья волонтеры нашли препарат российского производства вышли на Ольгу Богомолец она в свою очередь связалась с начальником областного отдела охраны здоровья Осипчиков он сообщил что эта сыворотка есть в нашей области что область от нее обеспечена и они ее ведут вот но черговые лекаря сказали что они не владеют такой информацией что есть сыворотка в ней в них ее нет в итоге волонтеры все-таки нашли сыворотку а в управлении об обещании забыли дальше самое интересное звоним министерство там уверяют на токсин есть в регионах начинаем искать действительно находим в одной из аптек в Ривненской областной больнице это на токсин украинского производства выпускает его харьковская фирма которую связывают с сыном экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой сам завод объект строго засекреченный но и без директора известно что анотоксин покупают несколько сетей аптек в Украине и о его наличии можно узнать однако чиновникам наверное проще сказать что препарата нет мы конечно же сказали чиновникам где искать препараты еще раньше они узнали о наличии сыворотки еще в июле Минздрав направил письмо где четко указал 59 доз иммуноглуболина гуманитарная помощь из Германии лежат на хранении на предприятии Укрвакцина и врачи могут ее получить по заявкам из управлений но Ривненское управление почему-то молчало оно должно сразу было написать лист Министерства охраны здоровья чтобы отримать сразу этот иммуноглуболин телефон работает в целодубовом режиме если бы это было даже 2 часа ночи они могли бы сразу сказать давайте машину бегом то есть сыворотку для Людмилы могли доставить по одному звонку а чтобы привить Остапа его родителям совсем не нужно ехать в спасательный тур за границу но украинские медики об этом не знают им просто забыли сообщить те кто обязан был это сделать чиновникам тоже очень не хватает сыворотки сыворотки правды Инна Белецкая Сергей Бордюжа Николай Василюк подробности недели телеканал Интер Украина Польша Беларусь Бюджетные войны кто уже недоволен распределением денег на 2018 и как на это отреагирует власть спросим у министра финансов Налоговая дышла Какие схемы для уклонения существуют Сколько теряет бюджет и кто на этом зарабатывает Каталонская головоломка Найдут ли Мадрид и ЕС выход из казалось бы безвыходной ситуации и как может изменить Евросоюз референдум о независимости Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом мы возвращаемся в прямой эфир Продолжается дискуссия вокруг нового закона Украины об образовании Спорят все и украинские политики и европейские учителя и дипломаты а также представители местных властей Пришлось вмешаться даже президенту Украины В чем суть полемики Напомним в нашей справке Европейские политические игры на украинском образовательном законе Венгрия категорично назвала его ножом в спину и пригрозила этот документ может закрыть дорогу Украине в Евросоюз Мол Будапешт будет блокировать все евроинтеграционные устремления Киева Не менее громко возмущается и Россия озабочены Молдова Румыния Польша Болгария и Греция Что именно вызвало такой международный скандал Причина резонанса это седьмая статья закона согласно которой преподавать в украинских школах должны на украинском языке Соседи считают это нарушает права нацменьшинств А в резолюции венгерского парламента даже сказано что в Украине хотят закрыть все венгерские школы Но это не так Действительно основным языком преподавания становятся украинские Но национальное меньшинство имеют право учить все предметы на родном языке до пятого класса Отвечают ли эти нормы украинского закона международным конвенциям теперь должны оценить в Венецианской комиссии Документ отправили туда вчера А на следующей неделе министр образования начнет консультации с Советом Европы В очередной раз тему нового украинского закона об образовании прокомментировал посол Венгрии в Украине Дипломат настаивает что Украина должна внести изменения в ту самую статью седьмую закона о языке преподавания и еще раз подтверждает что его страна будет блокировать любые европейские инициативы для Украины пока наше государство не изменит свою позицию Это венгры собираются обсуждать с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным чей визит Будапешт намечен уже на 12 октября Вот возможно ли такое изменение позиции Украины и можно ли убедить европейцев что в таком виде украинский закон имеет право на существование Обсудим это все с Лилией Гриневич министр образования и науки Украины гость нашей программы и спасибо вам огромное за это Лилия Здравствуйте Добрый вечер Давайте еще раз зафиксируем По вашему мнению в этом законе нужно что-то менять или не нужно и что будет если все же например Венецианская комиссия или Совет Европы скажут что изменения вносить нужно Вы готовы это сделать? Я считаю что ничего изменять не нужно 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 попрацевать над имплементацией закона Почему мы это сделали? Давайте начнем с этого Прямые факты два последние года мы проводим внешне независимое оценивание для всех детей не только для тех кто вступает в высшие навчальные заклады и что выявилось что в местах компактного проживания зокрема угорской а також румынской громады мы имеем ситуацию что, например, в Береговском районе 75% выпускников не складывают ЗНО с украинской мовы на допустимый порог чтобы претендувать на вступ в высшие навчальные заклады это означает что эти дети фактически дискриминованы они сегодня не могут поседать государственные посады потому что они не знают украинской мовы и они не послуговываются нею знаете в усих международных документах которые мы ратифицировали связанные с мовами меньшин есть одно очень важное положение и так меньшины могут научиться мовою або вивчать мову но лишь в том обеспечении чтобы это не шкодило або не уменьшило использование государственной мовы мы сейчас имеем доказы что это на самом деле шкодить то что мы фактически вытеснили украинскую мову из этих школ и они вивчают лишь украинскую мову как предмет это не помогает ее вивчити в связи с тем я уверена что эта смена на самом деле расширяет их права и мы будем доводить права как граждан украины как граждан украины по доступу до посад и я пояснила нашим европейским партнерам мы не будем уменьшивать вивчение родной мовы но вы будете уменьшить мать для выбора для ваших детей и мова родная и мова державная понятна ваша позиция Лилия вот смотрите по реакции на этот закон все таки складывается что это как автору этой реформы не обидно вы скажите какие еще перемены в образовании в украинском уходят как бы на второй план и сейчас не видны из-за вот этого вопроса языкового я очень надеюсь что это перетет и наконец мы начнем говорить реально что изменится в освете а этот закон есть базовый и он охопает изменения от дошкаля и до осветы дорослых потому что основное гасло учиться в продолжение жизни света динамичный треба удосконалюваться в профессии и старши люди також мают право вчитися и что наиболее изменится это украинская школа и я считаю что это уже давно нужно было сделать потому что сейчас школа пасе задних поревняно с рухом общества в связи с тем что знания очень быстро накопичуются а дети не получают в школе то что им нужно для жизни и идея ключевая изменения в школе перейти от школы где напихают знаниями до школы компетентности 21 столетия и это все виписано в законе и данные инструменты мы також урязнуменитируем формы здобутя освяти домашней дистанционной очной вселякой и даже мережевой освяти когда человек может добывать освяти в разный способ потому что за рахунок информационных технологий эта палитра очень увеличилась мы в этом законе также даем очень много положений связанных с инклюзивной освятой для детей и людей с особливыми потребами мы хотим переламать эту культуру которая еще тягнется из Радянского Союза когда люди с особливыми потребами должны быть изолированы их никто не видит мы сейчас в связи с этим законом делаем місц между рынком работы системой освяти система освяти должна ориентироваться на ожидания работодавцев а не создавать параллельную систему в работодавцев возглавляйте но при этом вы должны дать этим людям не только их поздравить но и дать им надежду на материальное какое-то улучшение президент Украины на вчерашней встрече с работниками сферы образования пообещали учителям существенный рост зарплат вот поздравьте учителей цифрами скажите на что можно реально рассчитывать так наступно зарплату зарплату ученицей вороты на 25% и если мы просунули их по тарифной сети на 2 тарифные разряды догори мы плануем еще на один послан наступного года это реальное подъем социального статусу учителя но мы ожидаем что ученицы будут открыты до реформы потому что им нужно увеличить свою квалификацию потому что учители должны развиваться и учиться так же и я хочу скористеться нагодой и вернуться до всех освитян не только учителям это вихователи это позашкельники это те кто працет в профессионно-технической освете и наши в университетах я хочу им побажать неспокою творчого чтобы они понимали что система освете мает развиваться и идти вперед и каждый из них так само мусит идти вперед это даёт бажание жить и радость радость в том что ты постоянно развиваешься а еще здоровье силы духу злагоди в их родинах и желание працювать в этой профессии я безусловно тоже присоединяюсь к всей нашей редакции так же поздравляю всех педагогов с их профессиональным праздником вам лилия хочу пожелать неспокою реформаторского еще дякую очень приятно от всей души с праздником и спасибо что были наши гости министр образования лилия гриневич отвечала на мои вопросы хотелось бы отметить что вот если судить о европе только по дискуссиям в нашей стране то может сложиться впечатление что там только и разговоров что об украине но евросоюз в эти дни живет совсем другими заботами вот например испания представьте себе это государство на грани распада ну по крайней мере именно под такой вывод можно сделать если посмотреть на заголовки новостей из каталонии автономной области в составе Испании в это воскресенье каталонцы намерены провести референдум о независимости и у официального Мадрида уже похоже заканчиваются идеи и способы остановить их в ход пошли уже и полиция и армия тему продолжит Алексей Пшемызский разбитые полицейские машины стычки и десятки задержанных в туристической Барселоне уже вторую неделю днем и ночью слышны сирены а в город стянули тысячи правоохранителей люди вышли на улицы после того как испанские власти обвинили в сепаратизме и арестовали десятерых каталонских чиновников готовивших референдум большинство из этих митингующих школьники и студенты центром протестов стал университет Барселоны уже вторую неделю несколько сот студентов ночуют в спальниках прямо здесь на мраморном полу в главном корпусе университета и обещают никуда не уходить пока референдум не будет проведен Мария здесь уже неделю студент факультета философии она уверена без Испании каталонцы будут жить лучше Нас притесняют мы не можем говорить на нашем языке наравне с тем как испанцы говорят на своем мы также требуем права на индивидуальность Испания не признает нас отдельным народом но мы каталонцы мы не испанцы вот почему мы хотим независимость многие здесь уверены власти Испании недостаточно уважают каталанский язык который впрочем имеет официальный статус у референдума есть и экономическая подоплека Каталония один из богатейших регионов страны миллионы евро туристов развитая торговля несколько крупных портов но всем приходится делиться с Испанией Испания всегда давила на нас мы никогда не хотели быть частью Испании да никто нас и не спрашивал последние 50-60 лет мы кормили государство которое не давало нам взамен ничего ни экономически ни политически и не давало нам никаких прав до независимости до демократии нет тирании вот такие плакаты висят по всей Барселоне несмотря на то что сегодня агитация уже официально запрещена снимать их не стал никто ведь и сам референдум пока что вне закона депутат от левых республиканцев Хосе Мария Терикабрас один из организаторов референдума уверяет все законно Конституция не запрещает референдум это подтвердили десятки судей но они борются с нами борются с людьми они запрещают собрания запрещают выражать свои мысли мне лично это напоминает годы Франко по его словам референдум крайняя мера Каталония уже не раз пыталась добиться хотя бы расширения автономии но Мадрид отказывал они витируют все наши законы они витировали нашу попытку расширить автономию в 2008 году они не дают денег на наши социальные программы с нами просто не хотят говорить но вот его коллега по европарламенту Майте считает иначе каталонских политиков винит в популизме с исторической точки зрения мы являемся страной и с экономической точки зрения тоже глупо разрушать страну это ставит под удар будущее граждан сейчас происходит бардак это опьянение индивидуальностью эксклюзивностью оно токсично с момента возникновения третьего рейха не было таких массовых манипуляций как в этой части Европы еще две недели назад официальную позицию Мадрида озвучил глава правительства никакого референдума не будет правительство обязано и будет реагировать на любые попытки нарушить закон и мы не примем нарушение законов сейчас нас заставляют делать вещи которые мы не хотим но не стоит недооценивать силу испанской демократии взаимное обвинение испанских и каталанских политиков доходит до абсурда уже неделю в порту Барселоны стоит вот этот паром Мобидада с несколькими тысячами полицейских на борту его зафрахтовали испанские власти чтобы доставить правоохранителей в город но работники ДОКа отказались принимать судно полицейским попросту не дают сойти на землю досталось даже мультяшному персонажу птичке Твити которая нарисована на пароме сторонники референдума тут же использовали ее в агитации после чего смешных героев на корабле завесили брезентом с сегодняшнего дня власти активно стягивают в город полицию со всей страны чтобы блокировать участки для голосования ведь местные правоохранители уже заявили против людей не пойдут удастся ли политикам все же договориться и состоится ли референдум до сих пор неизвестно однако здесь уже заявили если голосования не будет люди выйдут на улицы из Барселоны Алексей Пшемызский Владимир Дедов подробности недели телеканал Интер вот что именно сейчас происходит в Каталонии спросим у Алексея Пшемызского он на прямой связи со студией Алексей приветствую скажи как далеко готовы зайти каталонцы вот по твоим ощущениям референдум состоится в это воскресенье или испанским властям все же удастся его сорвать добрый вечер Алексей ну скажу что вот абсолютное большинство людей с которыми нам удалось здесь пообщаться за прошедшие два дня настроены крайне решительно но вот многие не верят в то что референдум все же состоится и в то что даже если люди таки проголосуют и скажут да Каталония получит свою независимость отмечу что вот несмотря на такие очень жаркие политические события прошедшие и прошлой недели сейчас в Барселоне очень спокойно вот мы находимся на главной набережной города где как всегда очень много туристов отмечу что вот в целом вообще эти политические события на туризм не повлияли пока что никак отмечу что поддержать референдум сегодня в Барселону приехали каталонские фермеры при этом приехали с размахом привезя с собой 700 тракторов они обещают с этой ночи поставить тракторы возле каждого избирательного участка чтобы не дать полицейским оцепить здание и таким образом не пускать людей голосовать скажу что вот очень интересная статистика настроений здесь в регионе если еще в начале этого месяца по данным соцопросов 41% каталонцев поддерживали независимость а 59% были против то есть большинство было против то вот сейчас по моим ощущениям и по общению с людьми здесь настроения крайне поменялись после того как власти арестовали 14 чиновников готовивших референдум а также привели в город очень много полицейских отмечу что вот по последним данным сейчас более 10 тысяч испанских полицейских и военных находятся в Барселоне и как сказали в официальном Мадриде полиция будет всячески препятствовать референдуму несмотря на это более 30 избирателей с европарламента уже прибыли наблюдать за ходом голосования и вот знаковым стало то что мэр Барселоны дал санкцию на проведение референдума хотя сам он выступает против независимости конечно все ждут событий воскресенья ждут того как поведут себя каталонские полицейские ну и отмечу что в Мадриде уже сказали если референдум состоится то парламент Каталонии будет распущен а чиновникам будут грозить тюремные сроки за сепаратизм вот настолько сложное здесь событие будем оставаться здесь а конечно же следить за событиями воскресенья обязательно расскажем как же пройдет референдум Настолько сложное настолько интересное коллега спасибо за работу наш специальный корреспондент Алексей Пшемызский продолжает наблюдать за событиями в Испании ну а разруливать все эти проблемы явно придется Ангеле Меркель фактически главному политику Евросоюза возможно и банкротство Греции это к ней кризис в отношениях с Турцией тоже к ней новый президент Франции предложил реформировать ЕС все ждали что скажет Меркель наверняка точно так же будет и с Каталонией и с любой другой проблемой от решения которой может зависеть будущее Европы впрочем пока что Меркель не высказывалась по каталонскому вопросу но ей есть чем заняться нужно сформировать новое правительство Германии после выборов которые состоялись минувшее воскресенье а вот начались ли уже коллекционные переговоры узнаем у нашего корреспондента в Германии Татьяна Лагунова сейчас на прямой связи со студией подробности недели Татьяна приветствую что уже известно о коллекционных переговорах и ясно ли уже кто будет отвечать за внешнюю политику Германии в новом правительстве Меркель Алексей ну нужно сказать что с коалицией немецкие политики не спешат пока что не начались даже претворительные или как их называют в Германии зондирующие переговоры все дело в том что построить единственно возможный после этих выборов коллекционный союз из трех партий так называемую Ямайку не совсем-то и легко по многим вопросам у христианских демократов у либералов и у зеленых разные мнения это и миграционная политика и налогообложение и образование и внутренняя безопасность поэтому чтобы все эти партии могли править вместе три политические программы нужно подвести под какой-то общий знаменатель где-то пойти на уступки где-то найти компромисс где-то поторговаться Меркель это конечно понимает канцлер сразу после выборов сказал она надеется что коалицию удастся сформировать до Рождества его в Германии отмечают 24 декабря и Меркель также не исключает что переговоры могут и вообще провалиться она намекнула что не сбрасывается с счетов и большую коалицию если например социал-демократы передумают уходить в оппозицию вот что сказала канцлер мы будем вести переговоры с партией зеленых и свободными демократами и я добавлю социал-демократами так как Германии нужно стабильное и хорошее правительство я знаю что партия заявила что уходит в оппозицию но мы остаемся в контакте ну и собственно имя нового министра иностранных дел Германии станет известно после формирования правящей коалиции когда партии поделят министерские портфели но в политическом Берлине ходят слухи что этот пост получит партия зеленых а новым главным дипломатом Германии станет один из лидеров этой партии немец турецкого происхождения Джем Оздемир но пока что это только прогнозы и сейчас внешнюю политику Германии по-прежнему курирует социал-демократ Зигмар Габриэль Алексей? ну хотя и к Рождеству но все-таки кажется Меркель все же удастся сформировать как она говорит стабильное и хорошее правительство спасибо за работу Татьяна Лагунова наш корреспондент в Берлине была на связи со студией подробностей недели еще одна тема которая будет актуальной наверное даже после Рождества это переговоры на разных уровнях по возможной отправке миротворческой миссии ООН на восток Украины вот очередная новость спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер помощник президента России Владислав Сурков встретился в начале октября об этом сообщил в интервью бывший американский посол в России Джон Тефт по его словам главная тема переговоров Уолкера из Суркова мандат миротворческой миссии кстати сам Уолкер недавно заявлял что по его оценке сейчас именно тот момент когда Россию что называется можно дожать и вывести на компромиссы в том числе и по этой миротворческой теме ну а пока пока на Донбассе продолжаются обстрелы есть погибшие и раненые Ирина Баглай а тех кто ценой жизни защищает мир на фронте пока политики договариваются дал присягу если кто нападает на струну ты должен встать на ее защиту ты же не просто так ляпнул не просто так тебе две звезды младшего лейтенанта одну звездочку дали не просто так значит надо как-то обязательство взял давай вперед с присяги начался путь на войну Романа с позывным койот на гражданке он был как сам себя называют офисным планктоном по образованию инженер-механик обладывание нафтовых и газовых промыс среди военных таких называют пиджаками но офисный костюм Романа уже четвертый год пылится в шкафу теперь его второй кожей стал кевлар и бронежилет на передовой их не снимает помнит свой первый бой когда совсем не обстрелянный в батальоне из добровольцев шел освобождать тогдашний Дзержинск теперь Торецк на Дзержинский блокпост мы туда выскочили я так понял где-то была чья ошибка в разведан ну короче мы выехали на Сепарский блокпост в УПО а нас там уже чекали махаем друг друга ручками сразу в первом же бою по нами мухи, РПГ и дуры спустя три года уже командир роты койот хорошо помнит тогдашние свои эмоции ничего себе по мне реально стреляют плюс этого боя он был очень жесткий с потерями сразу из этого звезды у нас не появилось а это было больше в душе как поражение Дзержинск, Дебальцево, Майорск освобождение Зайцевого теперь новый рубеж село Пески под захваченным боевиками Донецком солидный боевой опыт уже позволяет бойцам подразделения на слух ориентироваться из чего и откуда ведет огонь противник когда мы шли вот эта стрельба это был снайпер с 12,7 это уже бьет что-то более тяжелое скорее всего из гранатометов обстрелы из крупного калибра и замаскированные под них выстрелы снайперов сменили обстрелы из тяжелых орудий подъезжают машины к ним постоянно джип на джипе учет установлен отработал короткими очередями по полежащим двум-трем позициям и сразу уходит очень быстро еще неделю назад минометы и артиллерия боевиков молчали тревожным сигналом для пехотинцев стало передвижение колонны военной техники врага в районе ясиноваты под утро почти каждую ночь слышно перемещение иногда видно по фарам что там идет 8-10 машин стреляют из района ясиноватой из жилого сектора чтобы не была ответка туда мы бачим только наблюдаем только вспышки это по 20-30 приходов за сутки одна из самых горячих точек на которую наведены тяжелые орудия российских наемников Авдеевка враг выдвинул танки на огневые точки оборудованные на развязке под мостом несколько дней они расстреливают позиции армейцев из двух стволов стихийно из минометов боевики накрывают и Маринку но из-за ее близости к окопам боевиков основной удар приходится пожилым домам здесь уже нет уцелевших зданий при этом наемники начиняют заряды горючей смесью от них этот блокпост на окраине города превратился в пепелище зарывают в середину так называемый как коктейль молотого и стреляют то есть оно при взрыве не только что осколками но еще оно загорается мы не можем ответить им что они спрятали свои минометы среди домов где мирные граждане живут это кустовик от РПГ что это еще и пахнет порохом если что все можно о хорошо пахнет все свежее с ранку прилетело такими выстрелами боевики методично разбивают укрытия пехотинцев давайте лучше дальше выйдем или река подальше по моему еще вот любому прилетите вопреки обстрелам пехотинцы отстраивают разрушенные накануне и готовятся к новым атакам большинство из тех кто сменил костюм на камуфляж несмотря на потери друзей боль и усталость находят силы не сдаваться не сломаться ломает больше не противник ломает больше не только противник больше всего непонимания ну короче несмотря ни на что продолжать двигаться вперед вот это вот главное Ирина Баглаян и Костюк Руслан Ревюк из Донецкой области подробности недели телеканал Интер в администрации президента Украины завершили работу над законопроектом по реинтеграции оккупированных территорий напомню этот документ украинские политики обсуждают уже не первый месяц по информации европейской правды он уже согласован с западными партнерами в частности со странами-участницами нормандского формата и в ближайшее время его должны представить в Раде принять законопроект нужно уже в октябре то есть до того момента когда истечет срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей президентская администрация ожидают что принятие нового закона усилит позиции Украины в международном суде ООН а также поможет согласовании нужного Киеву формата миротворческой операции на востоке нашей страны и эхо другой войны сегодня трагическая годовщина 76 лет назад 29 сентября в Бабьем Яру фашисты за один день расстреляли 33 тысячи евреев именно Бабий Яр стал одним из страшных символов Холокоста массовые убийства продолжались полтора месяца в Киеве были убиты десятки тысяч людей евреев украинцев цыган память погибших почтили сегодня минутой молчания первые лица страны и представители еврейской общины они возложили цветы к мемориалу сражения за госрасходы началось политики вчитались в проект госбюджета на следующий год и на Минфин обрушилась критика например власти столицы пожаловались что Киев не получит из казны более 2 миллиардов гривен об этом на своей странице в фейсбуке написал народный депутат и неформальный политический представитель киевских властей Дмитрий Белоцерковец по его подсчетам могут пострадать и дорожное строительство и образование и медицина в городе а вот в Днепре недосчитались 1 миллиарда 200 миллионов гривен мэр города Борис Филатов даже пригрозил лишить любой поддержки депутатов-мажоритарщиков от Днепра если те поддержат такой проект бюджета и наверняка за жалобами из Киева и Днепра могут последовать заявления других местных властей но вот что с такими заявлениями будут делать в Минфине и готовы ли там идти на уступки ради голосов депутатов-мажоритарщиков тема для беседы с министром финансов Украины Александром Данилюком он сегодня гость подробностей недели здравствуйте Александр спасибо что пришли скажите так что вот эти города останутся без миллиардов гривен если за такой проект бюджета проголосуют депутаты почему вообще появилась эта критика уряд 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 продовжуя свою политику щодо збільшення ресурсов місцевих бюджетов и взагалом ресурсы місцевих бюджетов на наступный рік будут збільшены на 46 миллиардов но также децентрализация в ней возникают изменения балансов между центральными бюджетами и місцевыми бюджетами а также горизонтальные дисбалансы суваются между более замужными и менее замужными громадами поэтому есть Днепр сложно назвать менее замужными от Киев абсолютно правильно Киев и Днепро это замужные громады и на самом деле я даже не знаю понимание что хочется больше денег это не вопрос что будет денег меньше хочется больше денег если сейчас подбиться на рахунки Киева и Днепропетровского то сейчас на рахунках Киева находится больше чем 11 миллиардов гривен у Днепропетровского не будет денег не будет голосов что тогда делать на уступки вы будете идти или нет дальше подтянуться и Львов и Одесса почему им свои миллиарды не потребовать да все будут вымагать свои миллиарды но главное это выйти на сбалансованный бюджет вот что главное что происходит у нас так же существуют и неплатежеспособные громады их нужно поддерживать мы можем их поддерживать из центрального бюджета за рахунок платников податков за рахунок охраны здоровья пенсионер 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 системы освяти но это нормально мы себе это дозволить на 150 залоговые рассрочки в итоге 23 задержанных налоговика времен Януковича и им инкриминируют кражу почти 100 миллиардов гривен это те гроши которые нам удалось доказать доказами это не все злоуживания эту операцию назвали самой масштабной попыткой накрыть конвертационные центры схема родом из 90-х стала особенно популярна во времена Януковича но обналичивать по крупному в Украине не перестали разве что услуги подобных фирм подорожали цена поднялась это сейчас уже там 12% стоит деньги перечисляют под какой-то фиктивный контракт и дальше эти деньги просто возвращают наличными с удержанием каких-то комиссионных зарплата в конвертах это результат ухода от налогов как правило через схемы вот такой вот так называемой обналички чем больше фирма тем проще уходить от налогов говорят эксперты зачастую на таких предприятиях двойная бухгалтерия а международные связи становятся благодатным полем для офшорных схем берут деньги в долг у компаний которая опять же расположена где-нибудь в офшорах берут под 15% в валюте на самом деле это способ вывода прибыли потому что вся прибыль естественно уходит на оплату этого кредита и налоговые показывают ну вот нет у нас прибыли нету деньги в офшоре спокойно лежат из-за теневых операций украинский бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен в недавнем исследовании цифры шокируют на офшорных операциях Украина теряет от 50 до 65 миллиардов гривен на сером импорте и контрабанде убытки до 70 миллиардов конвертцентры и скрутки выводят 12 миллиардов гривен контрафакт 10 махинации с неустройством наемных сотрудников чем грешат малые предприниматели обходятся бюджету почти в 5 миллиардов гривен теперь депутаты думают как пролить свет на бизнесовую тень решили взяться за крупные компании налог на прибыль заменить налогом на выведенный капитал тем, кто играет с офшорами все гроши заработаны подприемством которые не выводятся из подприемства в виде дивидендов а остаются в распоряжении подприемства не оподатковаются сейчас плоды подозревают где-то через месяц можно будет собирать урожай выращивание морозостойкого сорта киви дело всей его жизни фирма на упрощенной системе говорят платить налоги не тяжело нет очередей и все можно сделать онлайн но онлайн не проследишь куда идут деньги когда слышишь куда идут государственные деньги то вообще не хочется платить если бы была та система что сплатил вот этот податок и спокой и ту же дорогу маешь а а это не выходит больших оборотов у фирмы пока нет а экспортировать сложно ця бюрократична система она працюет на те чтобы створювати умовы для непрямой вымоги так бы мовити как это называется по-простому для хабарев взятки и хитрые схемы зачастую становятся основой бизнеса по-украински таможенные нормы беспошлиного ввоза в Украину выгоднее чем ввоз в ЕС товар должен быть не тяжелее 50 килограммов и не дороже 500 евро зачастую цену занижают ввозят брендовые вещи под видом секонхенда на вес не обращают внимания завозят пив Европы и уникают насправді от сплата не только податку на доданную вартость 20% не только не сплачевающие митные платежи в размере 10% от митной вартости товаров а еще получают компенсацию податку на доданную вартость такс-фри из Европы из Польши только за 2016 р год только через Украина-Польский кордон было за такою схемой завезено приблизно товаров с втратой до державной скарбницы до 30 миллиардов гривен в Раде подумывают над тем чтобы привести украинские нормы в соответствии с европейскими еще один механизм который должен был побороть скрутки не сработал в прошлом году ввели систему мониторинга налоговых накладных но критерии установленные Минфином только усложнили работу честных бизнесменов она начала прицельно бити по среднему и малому бизнесу в первую очередь по виробниках потому что виробник купляет сировину с одним кодом КТЗ а продает готовую продукцию и регистрирует податковую накладную с другим кодом КТЗ и соответственно система считает его скрутчиком эксперты говорят украинская экономика заточена под большой бизнес Украина стремительно теряет малых и средних предпринимателей опору экономики в европейских странах им все тяжелее конкурировать с гигантами многие уезжают за границу а те кто остаются все чаще прячутся от налогов в тень Павлина Василенко Юрий Ковалев Елена Миндалюк Даниль Косаковский подробности недели телеканал Интер продолжим разговор с министром финансов Украины Александром Данилюком Александр скажите у министерства финансов есть какие-то данные о том какой объем средств государство каждый год теряет из-за подобных схем уклонения от налогов ну мы в принципе працюем с наступными цифрами что у нас взагалі сира экономика в тени займает около 40% всей экономики очень сложно оценивать сколько мы втрачаем от податков но я понимаю что эти цифры могут не далеко от действенности но смотрите какая ситуация по-перше стосовно снижения ставок податков я поддерживаю это я за то чтобы ставки были снижены и я за то чтобы государственные витрати на государственные аппараты также были сокращены это нужно достигать но для чего снижаются ставки для того чтобы стимулировать развитие экономики а также стимулировать то чтобы сейчас экономика выходила из тени давайте посмотрим что нам сейчас стоит на шляху первое выход из тени у нас есть другие переговоры на этом этапе у нас есть переговоры не реформована правоохоронная система яка тисне на бизнес у нас есть не запущена реформа судовая но она еще только на початковой стадии и все равно есть и випадки рейдерства и не справедливых решений судей это даже не випадками а тенденции есть 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 не нужно приховывать это есть и это на жаль тисне больше на бизнес и не будет давать возможности ему возрастать поэтому нужно фокусовать на несколько вещах во-первых реформирование правоохоронной системы создание службы финансовых расследований первое второе нужно реформировать государственную службу приобрести возможности для коррупции простить процессы государственной службы нужно также бороться с ловживаниями вот мы взяли там есть несколько примеров как ухудшись от податков мы работаем по всех этих направлениях первое это вывод грошей через офшоры мы сейчас приглядаем до конца года все договоры по подвейному податкованию уникнув подвейного податкования и прибираем эти возможности мы также внесли в этом году закон мы его внесли про податкование распределенного капитала то про то что говорилось мы это сделали борьба за скрутками действительно она работала в этом году и она даёт результат мы за последние три два месяца экономили три миллиарда гривен и сейчас скрутчики которые втратили свои гроши хотят эту тему поновить и деякие депутаты зарегистрировали закон так чтобы мы повернулись до коррупционной практики отшкодования ПДВ Александр вынужден вас остановить но благодарности за то что вы обратили на это внимание я вам обещаю мы обязательно будем следить не пройдет ли этот законопроект спасибо Александр на рынок все покупают убедилась у продавцов продавцов работают без медкнижек и документов на продукцию почти каждую неделю в Украине массово травятся люди и это словно становится нормой смерть от батулизма и контрафактного алкоголя с различными инфекциями в больницы попадают сотни людей травятся даже целыми городами последний случай массовое отравление во Львове Максиму ставят капельницу и дают антибиотики он попал в больницу после того как съел рыбу через несколько часов ребенку и еще пяти членам семьи стало плохо мама температуру достала чёся достала 39 температур у внука началась по сути с унуки и сёси им дуже погано было тушнота рвота они рвали поносили но было так тяжко с такими же симптомами во Львовской инфекционной больнице оказались уже 69 человек все они ели скумбрию горячего копчения с привокзального базара женщина торговала специями но иногда коптила и продавала рыбу хотя как сообщили в администрации рынка на это у нее не было разрешения первый раз после лета первый раз выставила эту рыбу скорее всего я думаю что это была не качественная рыба не то что она сделала ее не качество ну лету сами понимаете она могла быть заморожена разморожена снова заморожена полиции открыли уголовное производство виновникам грозит до 8 лет тюрьмы но на самом деле это единичные случаи когда действительно удается привлечь к ответственности тех кто травит людей потребители не могут защитить свои права перед производителями и продавцами вы купили образец у вас есть кассовый чек вы даже на видеокамеру сняли как вы все это покупали провели в государственной лаборатории экспертизу после чего вы этот результат публикуете и что вы ожидаете получить вы получаете судебный иск от производителя то что он говорит а вы не имеете права по законодательству без моего согласия отправлять продуктную экспертизу качество продуктов ранее контролировала санстанция но ее ликвидировали теперь полномочия разделили министерство здравоохранения управление гоструда и госпродпотребслужба последняя и отвечает за качество того что попадает на стол украинцев но это в теории в реальности работает мораторий на проверки крупные предприятия могут проверять лишь раз в год а малые и того реже внеплановые рейды только после жалоб мы еще должны обратиться до органов формирования политики за положением на проверку и правило такое положение мы отримываем протягом тижня-півтора но когда мы через 2-3 тижни выходим на проверку это означает что продукция которая была преднята она уже давно продана в результате тотальная бесконтрольность и безнаказанность в прошлом году в Украине от фальсифицированного алкоголя умерли десятки людей а в Измаиле объявляли чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кишечной инфекции целый город превратился в лазарет а все потому что система безопасности продуктов в Украине уничтожена эта анархия порождена тем что государство не хочет выполнять свои базовые социальные функции а кроме того не имеет на это денег в результате в любом кафе или столовой обед для вас может приготовить человек с открытой формой туберкулеза мы решили провести эксперимент и проверить можно ли просто купить поддельную медкнижку в интернете полно таких объявлений обещают оформить даже за 15 минут цена вопроса от 150 гривен мне нужно оформить санитарную книжку назначаем встречу возле метро Сырец здравствуйте тут просто нема никаких данных вы тут пишете свою фамилию имя отчество тут фотографию а тут пишете когда вы пришли медосмотр и все это это настоящие печатки конечно раньше поставил подпись свою у меня точно никаких проблем не будет у вас уже делали так и официантки и я в ресторан и заношу по 10 штук администратор заведения самим скажет чтобы купили еще предлагают дополнительный вкладыш за сотню тут не показывают что у вас никаких кожных заболеваний что вы прошли всех врачей стоматолога дерматолога и так далее гинеколога и всех что у вас все окей вы можете работать и с людьми в школы берут те что работают поварами в детских садиках учителя пришлось заплатить и за доставку медкнижки 50 гривен никаких медосмотров всего 200 гривен два часа ожидания и медицинская книжка у меня в руках и теперь с этим документом можно работать в любом общепите на поддельной медкнижке печати коммунального предприятия консультативно-диагностический центр но для медработников заведения это оказывается не новость у нас запросы приходят с милицией каждый день по 8 штук с такими вот книжками говорят на документе подпись не их главврача а шрифт на настоящих печатях крупнее на камеру не показывают чтобы мошенники не подделали снова мы никогда не используем это про метеогляд это первое второе мы никогда не выдаем нашу медицинскую книжку без печатки на фотографию это основное мы коммунальное предприятие извините мы не шарашкина контора видите как чисто у нас за прилавком можно побачить куски мяса лежать мясо до речи зберегается майже внизу вот там это так уж неможливо в пакетах и видите мясо руками берут куски руками без полностью без рукавичек без ничего это Михаил представитель союза потребителей Украины проводит для нас рейд по столичному житнему рынку спрашиваем у продавцов о сертификатах качества мяса на руках их нет я сегодня привезла тушу я сегодня продала у нас как говорится стерильные все прилавки без накрытия а какое накрытие душу нет снега начинают игры в пинг-понг за документами нас посылают то к одним то к другим в итоге показали лишь разрешение ответ службы на продажу мяса сертификатов нет медкнижки были только у продавцов рыбы пока мы вызываем полицию продавцы пытаются навести порядок на прилавках администрация раздает им разрешение ответ службы а этот продавец мяса показывает санитарную книжку вообще без фотографии мы написали заявление дальше со всеми нарушениями будет разбираться полиция а пока в стране отсутствует система контроля спасение покупателя дело бдительности самого покупателя Евгения Коваленко Богдан Вербицкий Галина Якушко Марьяна Бурякова Вадим Сверидонов и Владимир Самченко подробности недели телеканал Интер и это все на сегодня спасибо что смотрели до встречи в следующую пятницу субтитры